Пока данных по всей стране нету, но есть города, где и вправду тысячи людей вышли на улицы, чтобы выразить свое несогласие с арестом Алексея Навального, а также выразить свое мнение о расследовании Алексея Навального, о дворце Путина, о том, как складывается протестное движение в регионах. Поговорим с политологом Александром Кыневым, который с нами на связи. Александр, добрый день, слышите ли вы нас? Да, добрый день, слышу, хорошо. Александр, как бы вы оценили реакцию регионов по сравнению с предыдущими протестными движениями в России? Насколько активнее регионы начали реагировать и выходить на улицы? На мой взгляд, по географии, это одна из самых массовых акций. До этого были истории, по-моему, два года назад, или не ошибаюсь, когда выходила молодежь, там действительно было очень много регионов. Но в этот раз и география шире, и массовость по многим регионам предельная. Если смотреть оценки местных экспертов, кто знает, сколько людей выходило раньше, они отмечают, что по многим регионам это самая массовая акция с начала 90-х годов. То есть, в таких регионах, как Брянск, как Чита, как Южно-Сахалинск, как Оренбург и так далее. То есть, действительно, география гигантская, она в разы превышает размеры региональной сети штабов Навального. Во многих регионах, где люди вышли, штабов Навального и не было никогда отродясь. И никаких там Нью-Йорк-комитетов, ничего тоже нет. То есть, это говорит о том, что это протест, который является во многом спонтанным. Это реакция общества на усталость от произвола, на беспредел, на неуважение к людям. Когда любой человек, по сути дела, сегодня может оказаться жертвой этого маховика. Когда человека могут ни за что арестовать. И случай с Навальным, демонстративное отравление, еще более демонстративное, грубое, идиотское совершенно задержание по прилете в Россию. Это просто вот в данном случае, как индикатор вообще отношения власти к людям, как таковым. И это именно так людьми воспринято. Ведь очень многие из тех, кто вышел сегодня и кто возмущен, они никогда не были сторонниками Алексея Навального. Но они просто возмущены общей ситуацией правового беспредела и нигилизма со стороны власти. Которой можно абсолютно все, а всем остальным нельзя абсолютно ничего. И мне кажется, что это главное. И именно это ведет к реальной массовости. То есть власть своими неадекватными действиями, которые она проявила в ходе этой истории с травлением Навального и с его возвращением, она превратила его в главную протестную фигуру, в символа. То есть здесь уже вопрос не в самом личном Навальном как личности, а в том, что он просто сегодня превратился в некий такой символ. То есть, чтобы уточнить, это не лидер, а все-таки символ, объединяющий протестное движение. Конечно, конечно. Лидер это кто-то организует, кто и так далее. Но он совершенно очевидно, что с ним посмотрим географию. И лица участников протеста, кто в регионах вышел, совершенно понятно, что никакого отношения к Навальному они не имеют. А какова роль региональной сети, которую выстроил ФБК и Навальный? И является ли она каким-либо способом борьбы с властью, с Единой Россией в регионах? Ну, эта сеть, она не такая большая. Есть регионы, где есть сильные штабы. Это там Хабаровск, например, Новосибирск, Томск, Чебоксары. Ну, в Москве находится сам ФБК и так далее. Ну, я думаю, что около десятка регионов есть, где довольно сильные штабы. Но есть регионы, где сильных штабов никогда не было. В том же Красноярске не было никогда сильного штаба. Но он никогда не играл большой публичной роли. В Валенбурге никогда не играл публичной роли. В Чите его просто нет и не было никогда. В Жоржсахалинске нет и не было никогда. В Рокалске и Камчатском нет. А там достаточно самые массовые акции за многие-многие годы. Поэтому это говорит о том, что штабы Навального, они, скажем так, играют свою роль, когда они проводят свои расследования, когда они помогают сориентироваться протестным избирателям в ходе избирательных кампаний. Но они не в состоянии провести такую организационную работу по проведению протеста. Потому что люди выходят на акции протеста не потому, что их казалось, что штабы Навального, а потому, что они размышлены происходящим. И на самом деле большинство узнали об этих акциях протеста именно благодаря тому, что власть попыталась совершенно глупым образом провести профилактику. Как и казалось. И в виде обращений чиновников, когда у нас тут Собянин в Москве вчера выступал с призывом не ходить, санитарные врачи, представители следственных органов, какие-то местные чинуши, когда подключили к этой профилактике, в кавычках, представители сферы образования, когда в массовом порядке директора школ, учителя стали писать в чатах родителям, что ни в коем случае никуда не ходить и т.д. и т.п. Это имело абсолютный обратный эффект, это просто увеличило информированность и вызвало у людей просто отторжение. Потому что то, что это компания, мы все не первый день живем. Как известно, это только гриппом все вместе болеют, а сама каждая сходит по отдельности. Если это диетизм массовый, все понимают, что это команда сверху. Но все абсолютно, потому что так жизнь в нашей стране устроена. А это компанейщина. А компанейщина не бывает умной. Она вызывает у людей обратный совершенный эффект. Тем более все понимают, что никаких реальных компаний по привлечению детей не было. Потому что нет ни одного доказательства, нет ни одного текста, ни одного скриншота, ни одного видео, где бы хоть кто-то где-то призывал куда-то приводить детей. И мы это и по регионам сегодня не видим. Нет нигде в регионах кадров, чтобы там где-то куда-то выходили дети или подростки. Нет, наоборот. Если мы посмотрим все видео, мы увидим, что в основном протестующие люди средних и даже старше среднего возрастов. То есть региональная интеллигенция, средний класс, очень много топовых людей на местах. То есть журналистов, блогеров, депутатов нынешних и бывших и так далее. Причем от самых разных парк. И коммунисты по регионам выходили, мы видим, и представители других политических сил. Так что никаких детей. Это все была чистая пропаганда. Видимо, когда они думали, что же делать с Навальным, видимо, подавили планерку, значит, ну и скорее решили, давайте-ка мы на них навесим ермо, что они, значит, там против детей. Что они хотят детьми прикрыться. Люди, дети, 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 дети это святое. Ну вот, и давайте, значит, сейчас подключим учителей. Но стоит отметить, что такой же прием был использован и во время протестов, когда вышел фильм «Он вам не Димон», тоже появилось слово «школота», «Навойнята» и так далее. Ну, надо сказать, что тогда действительно было, вот именно когда «Он вам не Димон», тогда все-таки было лето, и тогда действительно было много, но все-таки не школьников, да, а где-то студентов, скорее, там, первых курсов обучения. Тогда да, это было. Видимо, у них это как бы запало в память. Вот, и они решили, значит, вот, исходя из этого, провести тут, значит, пиар-компанию. Но она ни с чем не вязалась. Они так ее провели, что они просто увеличили информирование людей. Плюс эта компания, она попала на очень разороженное общество. Кризис, который длится уже больше года, ну, почти скоро год, да, с пандемией безработицы, с падением доходов у людей, просто денег нет, значит. Плюс и возможности выражения протеста тоже, они, по сути дела, закрыты. У нас запрещены публичные акции, у нас запрещены вообще какие бы то ни было сборища. То есть то, что обычно является таким способом выразить недоволоку к агрессию, снять ее, снять напряжение, то есть это там культурная, культурная сфера, спортивная, все это искусственно закрыли, в результате привели просто к накоплению агрессии у людей, а они не могут ее выразить. И, естественно, это накапливается. Поэтому в данном случае они вначале накапливают, потом они сами провоцируют, а потом удивляются, почему люди выходят. Я думаю, что это широко цветочки. Ягодки мы еще увидим, потому что то, что власть ведет себя неадекватно, не оставляет никаких шансов на то, что до сегодня закончится. Наоборот, наблюдая степень жесткости действий силовиков, это позволяет в высокую долю вероятности предполагать, что на сегодняшней акции все не закончится, будут, значит, и, скорее всего, какие-то новые дела, новые задержанные, значит, будут локальные компании поддержки, уже жертв сегодняшних событий и так далее. То есть это превращается в снежный ком. Александр, уже сейчас слышим про какие-то пункты, центры протестные в России вне Москвы и Санкт-Петербурга. А какие города, которые сегодня своей массовостью и вправду удивили, от которых, можно сказать, не ожидали настолько массового выхода на улицы? Были ли такие? Ну, в Хабаровске было немного, но Хабаровск протестуют уже очень давно, там люди просто подустали. А я, например, поражен, сколько людей вышло в регионах, которые давным-давно политически заснули. Там Красноярск, например, где уже давно ничего не происходило, была тишина, покой, политическое кладбище. Там Барнаул, наконец-то проснулся Иркутск. В Иркутске, по-моему, это самая массовая акция на моей памяти. То есть там не только в 90-е годы что-то было подобное. Вся площадь перед зданием областной администрации сегодня была забита людьми. То есть это говорит о том, что регионы просыпаются. Конечно, крупные города больше, чем остальные, но и в Брянске, там, ну, почти в любом городе, мы наблюдали сегодня людей больше, чем любая там партия могла бы водить на свои акции там за все последние годы. Так что это дорогого стоит. То есть это говорит о том, что протест становится социально одобряемым. И не то, что социально одобряемым, а почти единственным способом людям заявить власти, что они о ней думают. Поскольку выборы притачаются в профанацию, какие-то публичные акции запрещают, а что людям остается? А вот еще вопрос, который меня очень всегда интересовал. Россия огромная страна, и вот как сохранить и как дать это ощущение людям в регионах, жителям регионов, чувство именно веса их протестов? То есть того, что они будут услышаны? Я не очень вас понял, честно говоря. Кому и кто его должен дать? Во многом люди, как бы протестный потенциал людей, которые выходят на улицу, должен чем-то поддерживаться. И во многом, чтобы этот запал отстоять свою точку зрения не утихал и до конкретных изменений, например, до выборов, до изменения в списках местных муниципалитетов, еще чего-либо. Чтобы это не осталось таким единичным примером, однодневным протестом в регионах? Мне кажется, что у вас какая-то неправильная предпосылка в исходе из того, что кто-то все это организовывал. То, что произошло, это реакция общества на неадекватные действия власти. Главным организатором сегодняшнего протеста является власть и тот набор неадекватных действий, который она предприняла. Она сама роет себе яму. У нее нет никакого альтернативного организатора, который бы все это спланировал. То, что мы наблюдаем сейчас, это во многом спонтанный процесс. В истории всегда есть место для самой истории. Если бы в истории были только одни политтехнологи и люди, которые что-то там за денежки куда-то ведут, не было бы истории, все бы давно со всеми договаривались, и не было бы ни революции, ничего бы не было. Но жизнь усвоена по-другому. Есть исторический процесс сам по себе. Есть разложение режимов. Есть утрата адекватности. То, что мы наблюдаем сейчас, это, как и на мой взгляд, классический вариант разложения авторитарного режима, когда он утратил профессионализм, он утратил просто на просто психологическую адекватность и абсолютно перестал понимать, что происходит в обществе, когда его внутренние страхи уже стали иррациональными и наносят тому самому вред. Поэтому главным катализатором этой акции протеста и следующих является неадекватность власти, поскольку нет никаких шансов, что она завтра поумнеет, утром проснется и скажет, ой, что же мы наделали, давайте-ка мы попытаемся об этом быстро забыть. Этого, к сожалению, не случится. Поэтому будут очередные идиотские действия, будут очередные жертвы, очередные аресты и так далее. А в условиях того, когда жизнь, то есть она точно лучше не станет, когда обрыдлая власть пытается на вас силой давить, но это вызывает к тому, что получается такая вот ядерная смесь. Поэтому я думаю, что то, что мы видим сейчас, говорит о том, что в системе что-то сломалось, она не в состоянии это починить, и это ощущение недвозности, оно передается. Вы понимаете, когда идет психованный человек, не лишь видит, что он психован. И вот сегодня этот человек в нашей власти. Александр, огромное спасибо вам за комментарии. Политолог Александр Кынев был с нами на связи.